Дорогие привет, привет, привет! Только появилась возможность записать видео. С первым мая вас! С первым мая! Мир, труд, май! Такой сложный день был, я вот только перевела отдох. Вообще, я пришла такая уставшая, у меня не было сил даже пойти в ванну, даже купаться не было сил. Я так посидела, немного передохнула. Ну, нужно мыться-то ведь так путём, качественно. Я так посидела, посидела, взяла книгу, немного почитала, а потом пошла в душ, в ванну, и всё сделала, всё проскрабировала, всё так замечательно. Люди-то все добрые сегодня ходили на демонстрацию. Вообще, все года я ходила на демонстрацию, но сегодня, сегодня я была занята другим делом. У нас была дегустация колбасных изделий в торговой сети Мегамарт. В общем, у нас в городе проходило на двух площадках. На двух площадках, на проспекте Победы и на Суворова. За мной точка была закреплена на Суворова. Девочки работали, а я, а я, а я осуществляла контроль, делала фото и видеоотчёт. Там, знаете, группа же создана супервайзеров, которые контролируют качество проведения промо-акции, дегустации. Это вообще, это вот на ногах, это в торговом центре. Боже, такие люди хорошие работают у нас в Мегамарте. Прям вот отзывчивые. Я там с парнем с одним познакомилась, его зовут Максим, он работает старшим сменой. Он мне вообще помог собрать вот эту стойку, на которой была дегустация продукции. Очень много там с розеткой помог, чтобы оборудование подключить, потому что сардельки там одни были, они были с сыром внутри. Нужно было перед подачей, перед дегустацией, нужно было их немного растопить. Там мы с ним вообще мутили такие дела, он мне очень помог. Такой хороший Максимка его зовут. Утро так хорошо началось. Хотя, в принципе, вчерашний вечер, я домой-то вчера приехала в 2 часа, из Екатеринбурга мы ездили, мы в 10 часов уже выехали за стойками. Вот эти стойки, которые... Мокрые. На которых проводилась дегустация. Ну там, вы знаете, по промо-зоне. Вчера хотела видео запилить. Ночной Екатеринбург, он прекрасен. Все в огнях, все горит. Но, блин, встречный свет фар такой блик дает на видео. И, допустим, не самое чистое окно лобовое, вот такое вот. Картинка вообще просто ужасная. А сами понимаете, да, у нас к вечеру погода холодает, а минус 4, минус 5, с ветерком так прокатиться, вот не хотелось бы. Мне такая львинка говорит, так открой окно и снимай. Я думаю, ага. Львина сама с полутемпературой, с полу там горло вообще захередала. Думаю про себя, давай еще я себя простужу. И мы сгоняли, там получили вот эти вот стойки, оборудование. И приехали уже около двух часов. Я вообще бухнулась спать. Сегодня с утра поехала на дегустацию. Весь город перекрыт. Демонстрации. Там всякие праздники у людей, народные гуляния. Так трудно добраться из одной точки города в другую. А мы же сначала поехали в Красногорку, чтобы выгрузить мое оборудование. Потом в стенарку вот так вот мотались. У меня телефон, я еще пришла когда с дегустацией, у меня оба телефона разряжены, потому что фотоотчет я снимала. Так хотела вообще запилить видохи, но тут просто не было возможности. На одном телефоне у меня чат, я значит так переписываюсь. На другом телефоне я фотоотчет, чтобы в группу вообще не было возможности. Представляете, с утра пораньше, утро так началось замечательно. Я еще поехала на общественном транспорте, встретила своего знакомого. Это известный в нашем городе фотограф. И вот такие моменты я не раз... Блин, вот такие мужчины, которые встречаются мне в жизни, не разуверишься в мужчинах. Он известный в нашем городе фотограф. Естественно, если я назову его имя, все, кто смотрит в нашем городе, они его знают. Ну, не буду называть имя. Я его знаю давным-давно еще. Еще до того, как он стал этим фотографом. Короче, он учился в одной группе техникума с моим бывшим парнем. Я его еще знаю, знаете, со времен техникума. И вот он, как в принципе, был воспитанным таким вот парнем. Такой говорит, давай я тебя довезу там туда-сюда. И пока мы ехали с ним, вот он меня довез до Мегамарта. И пока мы ехали с ним, болтали. У его девушки сегодня день рождения. И он все силы положил на то, чтобы сделать ей приятное. Вот он рассказывает, но он так не хвастался. Я выпытывала у него информацию. Он не хотел рассказывать. Но я вижу, как бы ему приятно об этом рассказывать. Какие он сделал ей сюрпризы, какие подарки. Помимо красивого торта. Он подарил ей платья, туфли. Подарил ей красивый букет цветов. Вечером будет фейерверк. Договорился с ее друзьями, чтобы они приехали из другого города ее поздравить. Причем он так все организовал в такой сюрпризик. Я бы уже думала про себя. Какие мужчины, а? И он ездил в городе. Ему нужна была клубника. Потому что торт сделают к вечеру. И торт, который он заказывал, у него не получилось его забрать. Там как бы подвел кондитер. И он в спешном порядке вчера этот торт заказывал. И часть ингредиентов для крема ему нужно было докупить. В том числе клубнику там прослойки. Блин, как классно. И вот это вот не бла-бла-бла. Это вот на самом деле мужчина так вот вникает. Вот чтобы все сделать, чтобы его женщина улыбалась. Так приятно. Так классно. Пусть даже не для меня, а вообще для любой другой девушки. Мне это всегда приятно, когда такие мужчины есть. Когда есть красивые поступки. Очень приятно. Очень, очень, очень. У нас по-прежнему холодно. Просто вот невероятно. А, телефон-то еще разряжается от всего. Все же меня поздравляют с 1 мая. Все эти вот открытки в WhatsApp. Телефон пилим-пим-пим. Вообще, я просто, я просто не успеваю. В одноклассниках, представляете, в одноклассниках мне выслали 60, 61 подарок мне сегодня пришел. И все с тематикой 1 мая. Это открытки, это какие-то первомайские там шарики. И поздравляю, поздравляю. И телефон еще просто разрывается. И я так устала. И еще за ним, слава богу, телефончик мой зарядился. Я скинула весь фотоотчет. Удалилась из всех этих групп супервайзеров. Чтобы они меня больше, чтобы они меня больше не беспокоили. Следующая дегустация 8 мая. Но я уже буду профи. Я уже буду знать, что, где, почем вообще. Вообще, как это само все по себе проходит. Сегодня Эльвинке мне было вообще некогда мне все показать. Потому что тут ряд непредвиденных обстоятельств с утра возник. И все делалось в спешном режиме. Но достаточно успешно все прошло. Ну, естественно, мы обратную связь получим от супервайзеров. Сейчас они посмотрят наш фотоотчет, видеоотчет. Все просмотрят, нам поставят баллы. Посмотрим, посмотрим, насколько. А так все очень хорошо. Голова досыхает. Вот сейчас у нас, представляете, время доходит восьмой час вечера. Я из дома ушла в десять. Пришла, наверное, в пять. Но я пришла не одна. Мы пришли с Эльвинкой, попили кофе. Там кое-что обсудили, вот эти вот рабочие моменты. А представляете, мы же еще забрали одну маленькую девчонку. Света ее зовут. Света Серкова. Маленькая девчонка. Забрали ее и повезли на работу. Как она? Торговый центр дом. Ну, это от сети магазинов Галамарт. Тоже она будет работать. Ну, промиком раздавать листовки. И она такая, мы ее посадили на заднее сиденье. Везем она такая, говорит, нет. А вы Инна Судакова? Я такая, говорю, да. Она говорит, а вас моя мама смотрит? Я такая, говорю, да. Она мне такая, говорит, еще. Ну, Света, а можно я с вами сфотографируюсь? Я говорю, слушай, я такая уставшая. У меня волосы вот так вот заплетены. Такой вообще, такой раз. Я и так-то, в принципе, не хожу никогда нарядно. А тут мы же еще тягали вот такие вот огромные коробки. Это же оборудование. Это же я в спортивном костюме. Я говорю, давай ты меня не будешь фотографировать. Я просто привет твоей маме передам. Так вот. Маме Светы Серковой Марине передаю привет. Нет. И причем она мне, эта маленькая девчушка такая, говорит, она вас смотрит через Юлю Крамину. Юлька Крамина меня вообще, меня рекламирует почем зря. Моя дорогая, спасибо тебе. Спасибо, спасибо. Я вас всех поздравляю с первым мая. Пусть это первое мая прошло у меня в труде, так скажем. Я кипчела. Вся в трудах, в трудах. И, ну это же, а люди выходили на демонстрацию, бороться за свои права, профсоюзы, там вот такие вот лозунги. Громко говорите ли же по всему городу? Ну у нас очень красивое шествие было. У нас всегда в городе очень красивое шествие. У меня есть, у меня есть в одноклассниках фотографии с прошлого, первого мая. Там я там такая вся с шарами, вся такая красивая. Но сегодня я была вся в работе. Вся в работе и, можно сказать, на нервиках. Во-первых, я же ни разу не присела. Это все на ногах. Это вот... А, Мегамарт еще, что характерно, находится в цоколе. В цоколе. Интернет там не ловит. Мне приходилось всегда выходить на... Как бы сказать, по эскалатору подниматься туда вверх. Чтобы быть как-то на связи, чтобы фатать что-то это. Кто-то мне пишет. Инка, мы тебя видели в Мегамарте, постеснялись подходить. Ты вся в делах. Сожри всю эту продукцию и это... Как сказать, и отправляйся домой. Мы видим, ты все в запаре. Даже постеснялись подходить. Да вот я думаю про себя. Как это можно сожрать? Ну, это даже не очень вкусно. Ну, вот, блин, я не могу втюхивать людям то, что я сама... Что я сама бы не стала есть. Ну, так продукция, скажем так, себе посредственная. Ну, реально посредственная. Это наш мясокомбинат. Находится в Свердловской области. Я думаю, эту продукцию знаю только в Свердловской области. Навряд ли ее куда-то еще... Ну, все же называть я не буду. Наверняка те, кто ходили в Мегамарт, видели эти стойки. В Мегамарте, в Свердловской области, они везде проходили эту акцию. Так. Не шибко-то такая продукция. Там на дегустацию было представлено три вида. Там и тут же, знаете, как три вида, а пять видов продукции всего в магазине. И тут вот этот вот чат супервайзеров. Фотографии промиков. Оцениваем внешний вид. Там раз оцениваем, то-то, то-то анализируем, то-то, то-то анализируем. Это нужно держать руку всегда на пульте. Я так хотела снять для вас эту дегустацию. Ну, ничего у меня не получилось, потому что у меня телефоны были заняты. Мне кажется, я выговорилась. Я прям вот выговорилась, так вот выдохнула. С праздником вас, мои дорогие. Так классно, что длинные выходные. Вообще так рада. Прям вот как мини-отпуск. Намазалась кремом. Волосы практически досыхают. Завтра еще у одной девчонки. Ну, как девчонки. Матери, четверых детей, между прочим. Как, слушайте, как я неуважительно сказала об Альбине Халиловне. Как это, как это я неуважительно сказала. Она работает учительницей. Ну, во-первых, она хотела, наверное, трех детей. А в третий раз она родила двоих сразу. Парнишек. В общем, дом полная чаша. Завтра у нее день рождения. И мы завтра хотим ей сделать сюрпризик. Но они меня не смотрят. Это точно. Она раньше времени не обрадуется. Мы завтра хотим погнать к ней с утра. Они живут в своем доме. И за городом. Хотим погнать к ней с утра. Поздравить ее с Эльвинкой. А этой Эльвинке народ ценится, кстати. Хотим поздравить. Прямо так вот. Короче, она меня любит. Она меня любит, а она мне будет точно рада. И причем Эльвинкой меня везет вообще к ней в качестве подарка меня. Но мы, естественно, мы понимаем, что мы едем на Абум, едем утром. Но они будут точно дома, потому что мы так удочку закидывали. Чем занимаются? В общем, они не справляют. Но мы утром приедем с шарами, с цветами, с тортом. С тортом. Приедем и поздравим. Блин, мне бы так хотелось. Я не знаю, там тоже люди, во-первых, верующие, а не мусульмане. Я не знаю, не получится немного снять видео. Я хотела бы пойти к ним в коровник. Там коровы есть. Я один раз заходила. Я вообще, если честно, хотела бы попробовать подоить корову. У меня небольшой навык есть, но я давно это не пробовала. Я пробовала в жизни доить корову один раз. Но мне кажется, я помню, как это сделать. Вообще, если честно, я бы пошла завтра по огороду, по навозу, по коровам. Мне кажется, это так классно. Я в детстве так хотела, чтобы у меня бабушка жила в деревне, а у меня все бабушки жили в городе и были такие достаточно модные. Но вот одна на заводе работала, там папина мама, там ветеран труда. Такая вообще вот трудовая династия. Мы входим в трудовую династию. Папин род, так сказать. Мы уже от мамы... Так, мамина мама, директор магазина. Знаете, такие раньше были процнабы. Там такой гастролер постоянно отдыхал оттуда-сюда. Блин. Я так хотела, чтобы все у меня знакомые, все мои друзья детства ездили к бабушкам в деревню, а у меня никто не жил в деревне. Никто и никогда. И, может быть, завтра какие-то воспоминания из детства я там попытаюсь освежить в памяти. Я в детстве была в деревне. Мечты из детства воплотить в реальность. И воспоминания... У меня есть одно воспоминание. Мы случайно с мамой заехали к ее друзьям, и я ходила. Мне так хотелось всегда заниматься. Мне казалось, что вот маленькие цыплята, это так здорово. Ну как, не большие курицы, а маленькие цыплята. Мне там даже сказали, типа, вот ты вырастешь, выучишься там на ветеринарах, к примеру, и приезжай к нам работать в больницу. Ну как, не в больницу это, на ветеринарах, и приезжай к нам работать в колхоз. Мне так говорили. Я думала про себя. Я почему-то маленькая так думала, что я, да, поеду лечить этих, там, овечки были такие маленькие, красивые. Мне их показывали. Поеду, думаю, лечить овечек маленьких, цыплят. Я такая думала, ага. А потом все мои мечты испарились. И в итоге стала я никем. И в итоге стала я блогером. Господи, это вот такое видео, я не знаю, как-то наболтало какой-то ерунды. Но я чувствую, у меня руки тянутся к камере, мне охота снимать. И я очень хотелось снять все происходящее, но вчера не получилось по причине того, что это было вечером темно, но это было бы вообще несмотребельно, потому что это было бы ужасное качество видео. Эти блики от фар, и тем более видео в машине, свет включишь, там будешь, ни черта не видно будет. А вечером я приехала, ночью уже уставшая, утром поехала. Телефон должен был постоянно быть на связи, и тем более в саму колонну демонстрации я не попала. А потом мы тягали эти коробки, это оборудование, собирали стойки. Я там вся в поту, вся в работе. В общем, записываю видео только из дома. Я сейчас планирую сесть, что-нибудь покушать. Обедала, но хочется чего-то перекусить. Представляете, первое мая даже на шашлыки не пошла. Но день прошел хорошо, вот сейчас я уже выдохнула. Я еще выдохнула до того, когда я пошла в душ. Я прям реально, у меня была такая эмоциональная перегрузка, поэтому я думаю, я не буду снимать видео, как сказать, потому что у меня аж язык заплетался. Я так села немного, почитала, мысли пришли в голову, а потом голову помыла. Я стала чистой от всех мыслей, от всей... Ну, остались только положительные эмоции. Мои дорогие, я вас еще раз поздравляю с праздником. Всех вам благ. Счастья вам в личной жизни и успехов в труде. Люблю вас, мои дорогие. Спасибо, что досмотрели до конца вот мое болтологическое видео. Но пойду... Сейчас нужно что-то перекусить. Посмотрите, я как аристократ. Одни кружки в раковине. Ни одного даже бокальчика вина. Достала авокадо из холодильника, киви достала, чтобы они зрели. Вот сливы очень вкусные. Мои дорогие, надеюсь, что сегодня еще увидимся. Я надеюсь, что у меня будут силы, эмоции и время, самое главное, снять для вас еще одно видео. Очень хочу записать сегодня мокбанк, но как получится. Люблю вас, мои дорогие. С праздником! Первое мая! Я не могу... Я не могу скучиться.